Внимательно слушаем и смотрим ролик до самого конца, ибо я дам вам самый лучший гайд и очень приятный бонус в конце ролика. Всем привет ребята, вы на канале 3Dstocks, и в этом ролике я научу вас с нуля делать полноценный риг своего персонажа на эпик скелете, после которого вы сможете использовать свою модель в движке Unreal, предварительно сделав ретаргет и создав анимации на этом скелете. Я покажу вам как это сделать, даже если вы впервые работаете с такой программой как Maya. Готовьтесь к самому топовому гайду. Ну, а я начинаю. Итак, для начала нам понадобится сам эпик скелет. Запускаем движок, у меня он версии 4.26.2, на самом деле не важно какая версия, везде все одинаково до пятой. Нажимаем гейм, создаем сцену от третьего лица. Next, даем название. Назову Unreal Engine 4 Скелетон. Создать проект. Далее заходим в папку Content, Манекен, Charakter, Mesh, и нам нужен вот этот манекен. Нажимаем правой клавишей мыши, Asset Action, Export. Выбираем папку, куда будем сохранять и жмем клавишу Export. Настройки никакие не трогаем. На этом с Unreal'ом все. Переходим в Maya. У меня Maya 2023 года. До 2017 года практически везде все одинаково, так что не переживайте. Создаем новую сцену. Изначально сверху в этом поле, кто впервые в Maya, например, у вас будет вот такая штучка вместо ренейма. Поэтому сразу переключайтесь на ренейм. Панель также переключите изначально на моделинг. У меня риггинг просто стоит. И справа нажмите на вот этого человечка. С этого момента мы будем работать. Показывать я буду на примере своей модели Псайкера. Вы же на своей модели, естественно. У меня она просто уже зариггана на майонском скелете. Я его просто удаляю и оставляю пустой базовый меш с предварительно присвоенными уже по этапу пайплайна материалами и так далее. У каждого по-разному и все делают в разных программах. В общем, не важно, важно только скелет. Нажимаем на вот эту штучку, чтобы включить видимость костей сквозь меш. Теперь также просто перетаскиваем сюда наш манекен из Unreal'а. Тело нам нужно удалить. Жмем слева на плюсик. Выбираем root. И нажимая на колесико мыши, вытаскиваем наш скелет из папки. А лишнее удаляем. Рекомендую очистить историю. Жмем Edit, Delete All By Type, Non-Deformer History. Именно Non-Deformer History. Итак, начинаем подгонять наш скелет на нашего персонажа. Выбираем кость Pine 1. Ну, лично я так делаю. Поднимаем вот так вот вверх и немножко двигаем вперед. Далее берем кость Pelvis. Зажимаем клавишу D, английская. У нас появляется гизма. Это позволяет двигать только конкретную кость, а не весь скелет. И также поднимаем ее к тазу. Далее берем кость ноги. Берем все только по правой стороне, так как потом мы отсимерим все на левую. И также подгоняем примерно вот так. Ну, все как у человека. Вы можете открыть вторую майю и смотреть на пример скелета Epic. И просто подгонять приблизительно так же. Я же делаю на усмотрение по своему персонажу. Теперь нижнюю кость до колена. И последнюю в пятку. Обратите внимание, что в руках два шарика. Выбирайте кость, чтобы загоралась вся рука, а не второй шарик. Также расставляем кости примерно по центру в плечо, чтобы лучше видеть персонажа. Если вам что-то в модели мешает, можете скрыть это. Выбрав слева своего персонажа. У меня он из трех частей состоит. И нажав сочетание Ctrl-H, скрыть не нужно. Также поправляем немного крючицу. Голову примерно где должны быть уши ставим. Шею, естественно, где шея. Кость руки тоже все понятно. Только в моем случае пальцев у меня в принципе нету. Удалять их нельзя, не примут в магазин. Поэтому я расставляю пальцы у себя абы как, чтобы как-нибудь додвигалось. А остальное не трогаю. Вы же расставляете как у нормального человека, если персонаж у вас человек, естественно. Просто у меня не самый лучший пример модели, но в будущем еще будут ролики на других персонажей и стримах. Смотрите. Все, на этом мы почти закончили. По расстановке. Остались вот эти твист кости в руках и ногах. И рут кости. Включаем привязку вот здесь сверху к центру. И расставляем вот эти кости примерно посередине. На ногах то же самое. Просто по центру кости. Все, мы закончили. Берем нашу ногу. Жмем скелетон. Панель риггинг включена слева, обратите внимание. Mirror Join. Жмем на квадратик. Ставим ось YZ. В первой строке пишем нижнее подчеркивание L. Во второй нижнее подчеркивание R. И нажимаем Apply. У нас произошла симметрия костей. То же самое делаем и с рукой. Нажимаем скелетон и уже прямо жмем Mirror Join. У нас остались рут кости. Что с ними делать? Выбираем наш рут кость. Там тоже два шарика, так что будьте внимательны. Нажимаем привязку к точке. И зажав колесико мыши, стараемся попасть прямо в кружочек нашей руки. Чтобы наложилось одно на одно. То же самое делаем с правой рукой. Оно будет вот так вот прыгать, но ничего страшного. И то же самое делаем с ногами. Все, ваш скелет создан. Это конечная версия. Но у моего персонажа есть крылья, которые мы спрятали. А также челюсть. У вашего может быть наплечник, глаза, язык, хвост, что угодно. Что с этим делать? Необходимо вставить топ кости для контроля всего этого. Как на анимациях, так и в движке. Нажимаем Shift H. Отключаем привязку к точке. Отключаем привязку к центру. Жмем клавишу F, чтобы центрироваться. Жмем Skeleton. Create Joints. Нажали. У нас появилась вот такая штучка. Теперь жмем прямо на челюсти. Или в том месте, где вам нужна эта кость или кости. Если они вам, конечно, нужны. Просто жмем, короче, на челюсти, в моем случае, один раз. И еще дальше второй раз. Что мы делаем дальше? Нам необходимо выровнять эту кость. Так как она кривая на самом деле. И будут большие проблемы с поворотом кости. В общем, нам необходимо загрузить плагин. Жмем на вот эту штучку. Открывается скрипт Editor. Вам нужно загрузить плагин Comet Joint Orient. Как загрузить? Просто жмем File, Open Script и выбираем плагин. Ссылку на плагин в описании. Как запустить плагин? Копируем название. Вставляем вот сюда вверх. А также вставляем нижнюю строку Mail. Жмем на Play, либо на два вот таких плея. Если не открывается и пишет что-нибудь красным здесь снизу. Снизу в строку переключайтесь и жмите Enter. Далее вам нужно расставить настройки. Ставим ось X и Y. Так, что мы делаем дальше? Нажимаем Select. Иерархия. У вас выбралась вся кость, как видите. То есть основная и дочерняя. Загорелась беленьким. И сверху мы видим название. Joint. Изначально, как я и говорил, у вас здесь Absolute Transform. Но переключайтесь на Renate. Жмем Orient Join. Видите, кость выровнялась. Можете несколько раз нажать на всякий случай. И даем название данной кости. Обязательно. Я называю Joint Jaff. И жмем Enter. Далее мне нужно создать кости в моих крыльях. Все точно так же по аналогии с щелюстью. Скрою тело. Смотрите. У вас сюда вынеслась кнопка создания кости, когда вы впервые ее нажали. Жмем на нее, либо кто забыл, скелетом. Create Join. И создаем кости своих крыльев. Раз. Два. Три. В общем, 8 костей в моих крыльях. Далее Select. Иерархия. Выбирается вся иерархия костей, как я уже говорил. Orient Join. И передаем название. Joins Wings One. Ну то есть, первое крыло. И жмем Enter. И делаем все то же самое с остальными. Главное, название не повторяйте. Теперь мирою их точно так же, как и кости скелета. Скелетон. Миро Join. Жму по одной, так как все сразу он не мироит. Когда все сделали, мы должны дать привязку этим костям. Чтобы они следовали за определенной частью тела. Если это челюсть, то привязываем к голове. Выбираем нашу кость челюсти. Через Shift выбираем кость головы. Нажимаем клавишу P. Английская, естественно. Все. Челюсть привязалась к голове и в дальнейшем будет работать, как кость челюсти в принципе. ХЗ как по-другому объяснить. Ну и следовать за головой. Все то же самое делаем с крыльями. Только привязываем к кости Spine 3. Все. Наш скелет данного персонажа полностью готов. Предлагаю вам сохраниться отдельным сохранением. Типа... Скелет. Что теперь делать дальше? У нас справа есть вот такая штука. Мы должны нажать создать control rig. Жмем и нам выскакивает вот такая табличка. Нам нужно указать, что это за скелет и кости. То есть сделайте таргет в Maya, так как он не в курсе, что это за скелет. Простым языком, если объяснить. Ибо это не майевский скелет, а эпик скелет. Нажимаем вот эту клавишу Definition. У нас открывается вот такая штука. Выбираем мышь. Выбираем кость головы. Точнее начну с головы. Вот она подписана сверху. И здесь на этом человеке также написано Head. То есть голова. Жмем правой клавишей мыши. Async Select Bone. Мы указали, что это голова. Теперь ключица. Выбираем. А справа жмем на вот эту стрелочку. И указываем, что левый наплечник это ключица. Далее выбираем всю руку Upper Arm L. И указываем, что это Left Arm. То есть левая рука. Далее нижняя часть руки. И аналогично указываем. Далее выбираем кисть. Указываем, что это кисть. Оно автоматически симметрит. Так как включена вот здесь симметрия. Далее нужно указать каждый палец обязательно. Жмем вот сюда. И аналогично указываем каждую косточку. Шестой палец в Maya. Я хз для чего здесь. Но пофиг. На скелете Unreal Engine 5 тут по 4 кости в пальцах. А вот на 4 видите по 3 кости. Теперь предлагаю двигаться с этого места. Кость pelvis. Указываем, что это hips. Потому что потом у нас кость spine 1 это spine. Spine 2 это spine 1. А spine 3 это spine 2. Шею, neck. Указываем, что это шея. Логично. И осталось ноги. Указываем, что это нога вверх. И нижняя нога также вниз. А root кость по центру выбирайте. Чтоб название root было сверху. Указываем, что это референс. Все, ребята, девчата. Вы создали полноценный эпик скелет. Со всеми допкостями. Готовый к анимации, скинингу, чему угодно. Далее нажимаем на вот этот замочек. Можете тоже сохраниться на звах. Ну, перед контролу ригом. Например. Далее в строке source нажимаем контрол риг. Все, у нас создался контрол риг. Мы можем управлять нашим персонажем через контроллеры. Но пока что ничего не движется, кроме контрол рига. Нужно прискинить персонажа. Выбираем наш скелет. Charakter. И всего персонажа. Жмем skin. Bind skin. И на квадратик. И выставляем вот такие настройки. Привязку на 5 ставим. Самый лучший вариант. И жмем apply. Все. Наш персонаж заскинился. Автоматом, конечно. Но все. Теперь это почти готовый персонаж. Но если у вас при нажатии Bind skin выскочила красная, что что-то там не так с Bind pose. Переключаемся вот сюда в панель атрибутов. Выбираем наш скелет. И во вкладке Bind pose убираем галочку и снова жмем skin. Должно заскиниться. Все. Ваш персонаж почти полностью готов отправиться в движок Unreal Innostocking. Осталось только перескинить его правильно и сделать ретаргет, как в моих предыдущих видео, уже в движке. Все, ребята. Скинить вы можете тут. Могу снять, конечно, ролик, как это делать. Но хотя это видео не имеет смысла, если тут дальше не скинить. После того, как все заскинили, жмете export all. Выбираете формат fbx. Настройки, как у меня. Ну а теперь бонус. Если вы хотите приобрести кисти на маркетплейсе, саптулы, из которых собираете персонажей и так далее, но оно все стоит просто дурные деньги или анимации, я все это уже купил и готов перепродать в 2-3 раза дешевле. Только тихо, никому нет. Ну, в общем, можете смело ко мне обращаться. Я готов всегда всем помочь, если могу, конечно, чем-то помочь. И продать вам нужные вещи на 80 киглов аж. И волосы есть, и анимации, и так далее. А кто хочет поддержать канал, лайк, подписка и колокольчик. Новые видео будут. Таких видео ездиницы, которые я снимаю или буду снимать, поверьте. Ну и еще раз. За покупкой ко мне. Ну а если хотите просто отблагорить чем-либо, то лучше все-таки купите у меня что-либо через ЛС ВКонтакте, либо на моей странице продавца в магазине Unreal. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, помог всем, чем смог. Всем удачи и хороших заработков. Не болейте. Субтитры подогнал «Симон»!